Аккуратно, ёб! Аккуратно, ёб! Вы в зеркало смотрите вообще? Да. Отлично! А меня, я... По правому ряду запрещено, не как право. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы кто? Патрульная полиция. Вы так патрулируете? Стоите стационарно? Нет, мы... Смотрите. Здесь вообще трасса 5-3, правильно? И приезжать, кому вздумается, это неправильно. Нет, вопрос не в этом был. Я говорю, вы здесь стационарно стоите? Нет, мы остановились, по телефону разговаривали, я звонил в дежурную часть. И везде, человек с правой полосы едет прямо, где запрещено. А вы тут как стоите? Какими судьбами? Мы остановились, потому что позвонили. Я здесь и не... Ну, не хочу. То есть вы не стояли здесь? Нет, мы сейчас уезжаем. Ну и я... Я и... Вы только что нарушили правила дорожного движения. Вы, выходя из машины, не посмотрели в зеркало. Я был вынужден резко брать, кто куда дальше, чтобы объехать, чтобы не столкнуться с вашей дверью. Вот. Я рисковал за вас своей жизнью, а вы нарушили ПДД. И? Вот я жалуюсь на вас, сотрудникам полиции. Идемте составлять постановление. На кого? На меня. На вас? За создание аварийной ситуации. Человек совершил экстренное торможение, и мне надо лишить прав. Я правильно понимаю? Чего? Ну как это? Есть заявление? Я был резким анемным. Правильно. Это называется создание аварийной ситуации на дороге. Это лишение прав. Вы знаете об этом? Нет. Не знаете? Теперь узнаете. Идемте. Вы сейчас напишите пояснение, а вы заберете у меня права. Идемте. У нас просто на вызове надо ехать ситуацию. Не-не-не. Никакого вызова, ребята. Никакого вызова. Вы стоите, тут реально косите. Вот есть человек, которому я создал помеху. Он сейчас напишет пояснение. Вы на этом основании составите постановление. Заберете у меня права. Права? Я приду в суд. Нет. Секундочку. Вы заберете права, потому что это и есть создание аварийной ситуации. Мы придем с вами в суд, и я буду объяснять, почему я поступил так, а вы будете объяснять, что вы делаете здесь конкретно, и почему вы здесь стоите. Потом стоят звонить. Нет, нет, нет. Вот это мы потом будем с вами обсуждать. Нет, у меня есть телефон звонка, что... Телефон ни при чем здесь вообще. Вообще ни при чем. Вы стоите жезлом, реально здесь косит. Нет, смотрите. Мы не стоим. Это не имеет отношения к делу. Мы не стоим. Составляем документы. Напишите пояснение. Дайте листик и ручку. Я услышал, что мне звонок пишет. Дайте листик и ручку человеку. Пусть напишет пояснение, что произошло. Давайте, поехали, ребята. Мы же... Не задерживаем человека, не задерживаем. Человека человек ездит. Ну смотрите, в этой ситуации права не забираются. Это создание аварийной ситуации. 425 грин. Ребята, создание аварийной ситуации. Вы экстренно тормозили? Я... Я... Я резко молчу. Вы изменили направление движения? Очень серьезно. Все. Человек изменил направление движения. Резко затормозил. 425 грин. Ребята, давайте представляем протокол. Пожалуйста. 425 грин. Давайте, поехали. Это не забираются права. Я вам просто... Ну, смотрите. Создание аварийной. Составляется постановление. Постановление. Ну, барабан не забирается. Ребята, за пояснение, постановление пишите, как вы считаете нужным. Да. Включаемся в суде. Решаем вопрос по мне и по вам. Давайте. Хорошо. Не будем тратить время. Человек, он хочет уже ехать и мне тоже надо ехать. Сейчас суждение. Неожиданный поворот. События, конечно. А в чем неожиданность? Если я нарушил, вопросов нету. Должны составить постановление, раз есть заявитель. Давайте. Давайте быстрее только. Потому что и я, и он спешим. Ну, смотрите. Заявление вы будете писать. А вы к чему относитесь? Вы городские вообще полицейские? Я к Левотинскому отделу полицейских. А? К Левотинскому отделу полицейских. Патрулируйте, стационарно стоите в тенечке и останавливаете. Я вам поясню еще раз. А я видел, что вы сделали. Миша, не видел или что? А что, они могли бы пояснить, что они сделали? Они стоят здесь, косят. Они здесь размещаются, стоят, косят. Все, кто проезжает ДП на полосе и разводят на бабки. Если бы я не подошел, если бы обратили внимание, остановили водителя на БМВ. Да. Остановили, увидели нас и отпустили. Почему отпустили? Я предупредил его. Почему отпустили его? Я предупредил его. Дайте человеку листик, пусть пишет он с ним. Обходите с той стороны, пожалуйста. Обходите с той стороны, сотрудник напишет. Смотрите, вы видели, что я стоял уже из дома? Конечно, видел. У меня видеорегистратор в машине, ничего? Я сидел в машине. Ну, великолепно. Я сидел в машине. И когда он видел машину... Давайте вы это будете поднять своему руководству, не мне. Передо мной отчитываться вы не обязаны. Я свои выводы сделал. Вопросов нет. Вы просто покажите удостоверение, чтобы я знал, кто вы и что вы и все. Мне больше ничего от вас не надо. А вы откуда можно тоже узнать? Мы представились. В смысле откуда? Я с Марса. Ну, с Марса это понятие. Ребят, ребят, у нас разговор идет куда-то не в курс 40. Да нет, дайте еще кулистик, пусть пишет он. Он подходит, я дал сотруднику, пускай поясняет. Действительно, я ведь обратился к вам за помощью как представителем власти. Обходите, обходите. Хотелось бы, чтобы все было по закону. Обходите, сейчас примут объяснение. Вам документы предъявили свои? Мне? Они? Ну, сотрудники ДВС. Они предъявят сейчас. Это не ДВС, это тоже полиция. Они предъявят, да. Конечно. Вы просто офни. Мы же предъявим. Мы же не то, что... Вы предъявим, и я в суде поясню, пожалуйста. Я возле машины не стоял, я так и поясню. Если я стоял там бы с жезлом, а так я сидел в машине... Жезла у вас не было? Жезл дуй в руках, а как я буду, если машина едет? То есть вы такие, вы вышли, вы остановились, чтобы в движении не говорить по телефону. Вышли, говорили по телефону, тут нарушитель и случайно жезл. Я не стоял возле машины. Вы же сказали, я вышел, разговаривал по телефону, ехал нарушитель, я его остановил. Я сидел в машине, разговаривал по телефону. Да, и вы бежали. Увидели в зеркало, что едет бомб, взяли жезл, выскочили и остановили тут же. Да. Предупредите. Предупредите. Здорово. Мы работаем в сфере профилактики. А не в сфере... Профилактируете здесь, да, под Харьковом? При чем? Подождите, у нас есть консанария. А? Не слышите. По второму заданию, вы обязаны останавливать автомобили и проверять их по Орлову. Да, вы должны патрулировать, а не стоять. Мы сейчас хотели уезжать патрулировать. Ну, когда я подъехал, вы, конечно, уже хотели уезжать. Я понимаю, что... А при чем тут? Мы остановили, я садился уже, хотел завести машину. Алло, да. ПМВ, что ли? Да, да. На плечо. Увидели правонарушителя, остановили машину. Тот человек подошел, говорит, мы стоим, типа, пустим вставочку. Вот такое. Да, да. Сейчас, я это не знаю. Не, ну я остановился позвонить. Увидел, машина едет. Ну, остановил ее. Она нарушена. Ну, предупредили, да, если... Так. Сейчас, минутку, я руководству позвоню, они тоже спрашивают, можете... В смысле спрашивают, по поводу? Ну, по поводу, что мы остановились и остановили машину. А где руководство? Ну, оно поехало. Оно проезжало мимо, да? Так позови, пусть они подъедут тогда, может они пояснят. Сейчас, я его напишу. Вы сначала им поясните, а потом они мне пояснят, да? Я сейчас позвоню руководству. Можно так сделать? Для какой цели, я не понимаю, для чего? Потому что сказали, чтобы перезвонить руководству. Руководство сказало перезвонить руководству? Нет. Дежурная часть позвонила и сказала позвонить начальник. Начальник проезжал мимо, увидел, да, нас? Да. У нас увидел, конечно. И попросил, чтобы его набрали. Так давайте я с ним пообщаюсь, я ему объясню ситуацию. Сейчас я пообщаюсь, а потом, пожалуйста, захочет он с вами пообщаться, я... 364. Я вам дам, пообщайтесь. Я телефон даже могу вам дать. Ну, если он захочет, вы же понимаете. Руководителя телефон? Да. Здравия желаю, Александр Николаевич. Это ГШР в Височинске. Там дежурная часть просила перезвонить вам. Смотрите, мы напрячу стоим. Просто ситуация была, мне позвонили на телефон с дома. Я остановился за светофором. Сидел в машине, смотрел боковое зеркало. Ехала БМВ коричневого света. На черного? У черного. И нарушила правила дорожного движения. То есть шла по правой полосе, где запрещено идти прямо, обворачивать только направо. Ну и остановил, предупредил водителя, и он поехал дальше. Подъехал молодой человек. С Марса. С Марса. И говорит, что мы стоим тут лопатим. Когда я собирался уезжать. Хотел с машины уезжать. В США? За светофором перед Писачино. Мне позвонили, чтобы в движение не ехать. Принял право и остановился. Смотрю в зеркало, едет машина. С правой полосы. Я остановил. Человек говорит, что мы стоим на лопате. Как это называется? На лопате? Конечно. Не-не, я не знал, что это называется на лопате. Я понял. На велосипеде, да? Что сказал, что говорили, что на лопате не стояли. Кто? Начальник. Подъедет? Не, он разбирается. А, понятно. Фотографирование. В том числе? Фотографирование. В 15 лет. Фотографируйте. Сополев Михаил Сергеевич. Да, Михаил Сергеевич. В этом работе. А вы давно работаете в полиции? Работаю 13 лет. Тринадцать лет вы работаете в полиции? Не, не в полиции. Еще и в милиции. А, ну я понял. Это я на 13 в вашей сентябре. Ну идемте, постановление будете заполнять. Нет. А я сейчас подполню. Сейчас я заполню, хорошо. Я сейчас посмотрю, какая это. Что посмотрите? Я сейчас заполню. Документы есть какие-то? Водительство. Да, есть. А вы в интернете сейчас будете смотреть, под какую статью это подпадает? Нет. Нет. А что? Я в фабулу. В Писачин, да. В Писачин, да. Как выписывать постановление? Нет, я знаю как выписать постановление. Так давайте я вам подскажу, если вам к чему. Я могу вам подсказать, что надо, что вы хотите. Создание аварийной ситуации. Все вы следует. Я не знаю. Права не забирает. Почему? А? Почему не забираетесь? Это решение, создание аварийной ситуации. Все полицейские это постоянно рассказывают водителям, когда они создают аварийную ситуацию. Может они как-то хотят напугать. Хотят на лопате поработать, наверное, да? Не знаю, как они хотят. На лопате или еще как-то. Может они хотят напугать. Не понимаю. Писаться постановление просто, да? Да. Вот именно. Подовы все время звонить? Подовы все время звонить? Нет. Посоветоваться? Нет. Ничего. Потому что они сказали позвонить начальнику. Да. А вы дальше мозгу выберете. Что я перезвонил и все. Может не было? Да. Это мобильмаркет. Вон стою посмотреть. Ну так как часто вы стоите на лопате, рассказываете? На какой лопате? Ну на лопате. Это же вы сказали, что надо. Я вам объясняю. Ну вот вы... Я десять раз объяснял. Я и в суде так буду говорить. Мы житель... И в суде будете так говорить тоже, да? Что вы остановились? Конечно. Мне позвонили на телефон. Мы остановились. Ну это было минут 15 назад. 15 минут назад. 15 минут вы разговаривали и идут машины? Мне позвонили, я поговорил. Потом мне надо было еще позвонить. У вас офис? Офис тут в машине, да? Мобильмаркет. Ну посмотрите. У нас вызывают. Дежурная часть звонит. С дома мне звонят. Мне не могут с дома позвонить, что-то спросить. Или с мамой поговорить. Я не могу. Там десять минут с женой. С ребенком. В рабочее время как-то это не очень принято. Согласитесь. Ну а что, телефон выключать? Нет. Ну я так понимаю, что когда вы разговариваете с семьей, вы на это время прекращаете работу, правильно? Вы не можете исполнять свои служебные обязанности. Если есть свободное время, я разговариваю. Если нет, то… А у вас было свободное время? Ну было, потому что мы ехали… Угу. 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 В общем, на телефоне вы были. Угу. Увидел в зеркало. Угу. 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 Я же не отрицаю, что я увидел. Что вы увидели в зеркало. Увидел в зеркало. Угу. Угу. Ну, и вышел, остановил… И при этом продолжали разговаривать по телефону? Нет. Я телефон опять выключил. Как я могу разговаривать и общаться… Ну, вообще не знаю, как нужно в рабочее время все это успевать. И разговаривать, и консультировать, и за охотниками ехать. И БМВ останавливать. Все сразу. Ну мы сейчас… За 13 лет опыта, слава Богу, поднабралось. При чем тут за 13 лет опыта? Я вам поясню, как оно было. А что, мы должны, если едет право, нарушает, мы должны закрывать глаза или не предупреждать людей, или вообще, ну вот скажите. Даже не знаю. Я просто не знаю о таких вообще способах, как предупреждение в устной форме, если честно. Резко! Не слышал я такого. А наоборот, еще и просят, говорят, давайте на первый раз, водитель сам будет. На первый раз в устное предупреждение, я поехал. Вот, его слова. И вы идете навстречу. А что делать? Действительно. Что делать, если водитель просит предупредить на первый раз? Нет, ну так это если мелкое правонарушение. Понятно, если водитель сбил человека или едет пьяный. Или подрезал велосипедиста, да? Или пьяный. Нет, я же ничего не говорю, или подрезал. Вы же сами кричите, составляйте. Мы как бы... Вы не хотите на самом деле, да? Вот не составляли бы. Нет? Не составляли бы. Ну то есть, ну а что этот, ну ничего страшного. Ну, если вы идите, покатился по дороге, что здесь такое? Нет, если бы, смотрите, если бы была ДТП, если бы у человека нету претензий, то он не составляется. Правильно. Если человек имеет претензии, то тут как бы, тут уже другое. Не порешаешь. Причем? Ну если имеет претензии. Да мне даже решать не надо. Вы знаете сколько? У нас за день материалов. Сколько? Много. Много материалов. Их все надо рассматривать. И свое личное время. То есть в рабочее время вы разговариваете по телефону, а в личное время вы рассматриваете... В личное время. Так получается, да? А у нас вызыва. У нас известно, когда будет вызов. Может, сейчас нет вызова, через 5 минут будет. И через каждые 10 минут могут быть вызовы. Поэтому лучше в синьке постоять, поговорить по телефону, потому что... Ну правильно. Правильно. Я считаю, что это поступит правильно. Пока есть свободное время. Ну правильно. А что? Надо воспользоваться этим. А что? Я же не стоял возле машины с жезлом и стоял вот так по телефону разговаривать. Ну вот вы сидели, да, с жезлом. Это многое решает. Нет. Я сидел. У меня жезл лежал. Я сидел, вопросов нет. У жезла лежит. Но я же не стоял специально. Стоял, не высматривал. То есть вы считаете, что если бы вы стояли с жезлом возле машины, это было бы нарушение? Да, я считаю, да. А то, что вы сидели в машине с жезлом, это не нарушение? Я разговариваю по телефону. Я понял. В данном случае... Жезл лежал вот здесь. Да. Давайте мысли все это, правильно? Не, ну, ребята, если это важно, где лежал жезл, тогда да. Ну, я понимаю, все. Если жезл лежал, а не стоял, значит, нарушения не было. Ну, какие... Я просто не пойму, в чем тут причина. Вы видели, что мы деньги взяли или еще что-то. Или, допустим, если бы вы стояли там минут 10 и видели, что мы стоим минут 10, то чисто, ну, как говорится, с этим жезлом... Как это называется на вашей машине? На лопате? Нет. Так само. И мы бы, вы бы сняли на камеру, что мы взяли деньги или еще что-то, или бы стояли 15 минут, да, это нарушение, а с вами не скоро. А так, я сижу, разговариваю... А так один раз не считается? Не, я сижу, разговариваю, увидел в зеркало, и тут, и вы говорите, что стоим 8 дней. Вы же так сказали, 8 дней. Куда-то? Ну, как это нужно понять, что у вас 7 дней? Как понять, действительно, за 13 лет так и не понимаете, как это, да? А ну, при чем тут одно к другому? Вы за 13 лет ни разу не брали взятки? Нет. Я живу на зарплате. Это похвально. Ну, вон, уже закончили, давайте, ознакомьтесь с материалами, и я поеду. Там дело рассматриваем, так что вы бросаете сигарету, телефон, и пойдемте. Вы будете, да, рассматривать дело? Какие документы вам нужны? Что? Какие, говорю, документы вам нужны? Конечно, права, страховка. Сейчас, секунду. Что? Сейчас же, когда парник возьмет протокол, и составит. Так он курит, ты с телефоном ходишь, делаешь на парню. Вот он не пьет, и он не курит. И не пьет. А как класс? Игорь. Игорь, да. Игорь и Татьяна. А, не, Александр, Александр. Скажите, пожалуйста, сколько это будет тянуться, пока он пойдет за пункт восстановления? Сейчас, одну секунду. Размет, и все. Я понял, что это затянется, если я не пошевелую. Друг, я тебя не отвлекаю от работы. Пойдем, мы тебя ждем. Постановление бери. Звонят. Бери постановление, пошли. Сколько можно курить? Звонят, дайте по телефону. Я говорю, постановление бери, пошли писать по телефону. Не договорился ты по телефону за целый день. То тюлень позвонит, то олень. Ты посмотри. Ударники труда. Вы приехали туда, солью автарька, раз 20 или 30. Достало, понимаете, посту ГАИ, это ясно. А мы, получается, просто под раздачу попали. С ваших слов, я так понимаю. Ребята, в чем раздача? Я хочу, чтобы вы просто составили постановление со слов заявителя. И все, и мы разъехались. Какие проблемы? Просто тут переговорный пункт. Я же не могу столько ждать. Составляйте вы постановление, пока он разговаривает. Пишите вы, какая разница, кто из вас будет писать. Ребята, ну действительно, а в чем проблема сейчас? Сейчас, ну просто звоните дежурный отчат. Ну так вы пишите, пока он разговаривает. А как же у него не было мобильных телефонов? Как это все происходило? По рации передавали. То есть мы тоже... Есть нарушитель, есть человек, который написал заявление. При том, что и нарушитель, и я, мы хотим, чтобы дело попало в житель. То есть я хочу, не постановку, скажем так, а к человеку, который хочет, чтобы водители были внимательны. С одной стороны, а с другой стороны, как это... Ну а с другой стороны, водитель обвиняет, что вы что-то тоже совершенне... Если вы не считаете, что... Ну я не знаю, я не разбираюсь. Но если человек... За пределами закона своих служебных обязанностей. Правильно вы считаете? Я не хочу эмигрировать... Александр... А? Что? То есть, ну человек говорит, что... Что он не хочет эмигрировать, я слышал. Я не хочу эмигрировать в другую страну, чтобы попасть там, где порядок. Я хочу, чтобы порядок был у нас. Видите? Гражданское общество, между прочим, на ваших глазах созревает. И я готов попасть их. Видите? Гражданская оппозиция. Вы должны это ценить. Я прав. А мы всегда правы. Пишите постановление, что тянет. Я не понимаю, вы умеете читать, а ты писать? Нет, я написал, я написал. Пишите теперь постановление. Сейчас. Слушайте, ну правда, давайте, короче, так. Либо вы сейчас пишите, либо я уезжаю, и вы потом меня ищите, вызываете, и я к вам прихожу и даю пояснение отдельно. Либо так, либо не так. Потому что я не могу целый день с вами стоять и ждать, пока вы нагройтесь по телефону. Вы объяснение будете писать? Я потом напишу пояснение в суд. Вы заполняйте постановление. Идемте в нашу машину. Я же стою не буду писать. Садитесь. Мы сейчас пишем, смотрите. Я достал, сейчас утишен. Можно ваши права? Вы едете, а вы говорите, что мы тут стоим? Телефон не прекращается, звали. Так вы идите в телефонный центр работать. Зачем вы в полицию пошли? Да, да, Дима. А ты сочини. Да смотри, мы туда... Я стоял по телефону разговаривал. Видел, что машина нарушила. В Астане, вот тут я человек, что с партией с активистом подъехал и говорит, что мы стоим на денежек после. Ну, в карманчике после остановки. Мне, походу, придется телефон у вас забрать, да, для того, чтобы вы выполнили свою работу? Начальник звонит. Да вам все все время звонят. Вы самый популярный человек в Харькове. Ну, так а что я сделал? Вы можете составить документы? Держите. Я вас прошу, вот документы пишите. Держите, я подержу. Дайте ручку. Пишите. Протокол на нем выписан. Я не имею права делать то, что... Да какая разница, вы тоже сотрудник полиции. Нет, протокол выписан. Выписан на человека, который... Да какая разница, ну вы составите. Нет, большая. Хорошо, тогда давайте так, вы поговорите по телефону, вы за него будете отвечать, а вы будете писать. Идет? А мне все равно, ну вы видите, а вы говорите, что... Ему давайте телефон, пусть он отвечает, а вы пишите. А вы говорите, что... Правильно? Что я говорю, что я это правильно? Ну вы говорите, что вы тут стоите по телефону разговариваете? Вы видели, сколько мне... Вот мы пока стояли общались, сколько... Ну человек правда, всегда делает свою работу и качественно делает. Я вижу, нет, я вижу, конечно. Вы с Аборожием или с Киевом все-таки? Какая разница, откуда, я не могу понять. Я же, я с Марса. Да на ключе. Ну я стоял... Слушайте, давайте, не надо об этом, не надо основу историю тут сначала. Я понял, я понял, остановился по телефону поговорить, увидел, что машина нарушила, но остановил, проверил документы и она поехала. Я тебя очень прошу, пожалуйста, пиши, пиши постановление, пиши. Можно? Уже столько минут было, пожалуйста, пиши его уже, пиши это постановление. Как еще попросить? Ну да, 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 а я шо? Ну а про ваши взимоди? Да. Не, ну так я же протокол выписываю. Аварийная ситуация. Ну протокол, протокол. Да. Ребят, я никогда раньше не сталкивался с работой полиции. Я в шоке. Если честно. Никогда не сталкивался с работой полиции. Полтора часа для такого события, я думаю, слишком много, правда? Нет, суммарно полтора часа. Да, суммарно. По 45 минут. Я думаю, вопрос в 10 минут, не более. 15. Это с учетом того, что все согласны. Да. Слушайте, я вам серьезно говорю, если сейчас еще кто-то позвонит вам, и вы будете разговаривать, я просто развернусь и уеду. Я вам клянусь, у меня нет сил, мне все равно. Мне все равно. Вы рассматриваете один админматериал. Я попрошу максимальное внимание на нас, потом все остальное. Да, да. Это не ГАИ полученные? Нет, не ГАИ. Почему они машины тормозят? Вот, это был самый главный вопрос, почему я остановился. Потому что это не ГАИ, это люди, которые должны заниматься вызовами, выезжать, сесть на оперативные группы, выезжать на вызовы. Они не занимаются дорожным движением. Они косят, косят. Они остановились в тенечке и косят здесь. Одного, второго. Денежку второго положили и поехали дальше. Вот все задачи. То, о чем я говорил. А за что остановили тогда туму? Правая полоса на мосту стоит знак. Распределение полос. Левая полоса прямо налево. Нету, нету, нету здесь знака. Где? Дальше. Ну там дальше. Выйдите, покажите. Да, выходите уже. Выходите уже, потому что у нас сидели. Что вы видите? Вот, где поворот. Вот такая таблица. Подождите, аж вот тот с той стороны? Да. А я говорю, а если вот сюда двигаться, где знаки? Вот с той стороны. Извините, я сейчас, я вас покину. Возьмите. Пойдемте по машинам. У меня уже нет сил, правда. У меня уже так напекло голову и от вас. Забыл все, бросил. Идите сюда, вы забыли свои бумажки. Ребята, сколько вам надо еще времени, чтобы составить админматериалы? Десять минут. Время пошло. Отвлекитесь от телефона, пожалуйста. Набери дежурку. Ну, я смотрю, кто мне звонил. Отвлекитесь от телефона, закончите постановление, или я просто уеду. И вы будете за мной потом искать меня, чтобы его дописать. Оставьте телефон, и я вас найду. Хорошо, пишите телефон. Пишите. У меня нет сил реально с вами сидеть. Пишите вот здесь. Но вы потом подъедете. 0,93, пишите. Я набуду, тут не пишется. Надо, дай бумажку, человеку не пишу. Реально нет сил у меня. У меня нет столько времени тратить на вас. Звоню, мои сказали язык. Тридцать два. Что вы написали? Триста. Вы поймете вот здесь вот? Да, вот. Триста. Двадцать один. Двадцать один я сказал, шестнадцать. Верно? Все, ребята, у меня нет новостей. Эй, Александр Андреевич, подойди сюда. Человек в праве может давать права, а может не давать. Еще раз поясните. То есть вы знаете эту норму закона? Я понимаю, что он не знает. Вы знаете. Смотри, если человек не хочет давать права, он может не давать права. Давайте сделаем так. Если человек не дает права, мы не в праве изымать его. Я вас очень прошу. Вы, пожалуйста, с этой нормой закона ознакомьтесь. Вот это мой номер телефона. В течение сегодняшнего дня, пока я в Харькове, я жду от вас звонка. Да, вы сегодня будете? До конца дня. Я вас очень прошу. Найдите время и наберите меня. Я буду в центре. Ну а когда будете назад ехать? Мы же... Вечером буду ехать. Мы же, смотрите, мы же в Харьков не будем выезжать. Ребята, телефон, пожалуйста. Наберете меня, мы договоримся, потому что нет времени. С вами полтора часа мы стоим. Это немыслимо. Это немыслимо. Не потеряйте телефон только. Профессiénшок. Ребята, телефон, оформляем. Откаемся. Т Gemст portal. Показаться. Ёзвете или фишка schreiben? Субт团, payrollинируйте полиции? Продолжение следует...